МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я еще вчера хотел выйти в эфир, но ждал, чем закончится все то, что произошло в Шуше с храмом Святого Христа Всеспасителя. Дело в том, что те самые раненые военные репортеры, которые оказались под обстрелами, под этой самой авиабомбой, оказались там с прямым моим участием. Поэтому я здорово за них переживал, молил, молил Бога, чтобы удачно они пережили свои травмы. Впрочем, Арзанов вот буквально несколько минут назад уже прибыл в Москву на правительственном самолете, а Юрий Котенок пока находится в коме и пока пребывает в Ереване. Но он в коме, нетранспортабельный. Врачи говорят, что во всяком случае ситуация стабильная, а есть надежда на выздоровление. Поэтому будем молить Бога, чтобы он выздоровел, Юрий Котенок. Некоторые думают, что я вот только сижу тут перед экраном. Нет, у меня есть и другие задачи. И есть прямое участие, мое участие в судьбе этих двух людей. Поэтому молю Бога, еще раз говорю, чтобы Юрий Котенок выздоровел и встал снова в ряду нашей пишущей братьи. Дай Бог. Что касается храма, ну, нам-то неудивительно, если честно. Мы все об этом знали. Вы посмотрите, сколько армянских храмов в Турции. Ведь когда из России едут отдыхать в Турцию, они ездят в Бодрум, в Сиде, в Анталию, там еще куда-то. Мало кто ездит в те территории, которые называются Западной Арменией. Если бы съездили туда, то посмотрели, сколько там таких храмов разрушенных. Ну, не авиаударами, но тем не менее. Варвары есть варвары, и ничего тут не сделаешь. Сегодня я читал сообщение некоего Амира из Дагестана, который приводил пример имама Шамиля и во время войны русско-кавказской. Он напоминал своим солдатам, чтобы те не трогали христианские храмы, потому что это харам. Но это Кавказ. И вы прекрасно понимаете, вы прекрасно понимаете, мы прекрасно понимаем, что мы не имеем дела с кавказцами, мы имеем дело с варварами, чьи предки не знают, что такое строение, чьи предки пришли сначала из Алтая на Среднюю Азию, в Центральную Азию, а уже оттуда из Центральной Азии, на территории Анатолии и Закавказья. Вот с кем мы имеем дело. Какие там Бабек, Низами, Туси, о чем вы говорите? Все это иранское наследие, все эти мечети, все это было сделано персами, арабами, но не ими. Они не знают, что это такое. Им только ломать и рушить. Все. Это их задача. И когда некая дура, не постесняюсь этого слова, я очень редко женщин так называю, Саадат Кадырова в эфире телеканала Россия 1 сказала о том, что якобы армяне рушат мечети. Ну, что за чушь? Что за чушь? Рядом с этой церковью, которую они разрушили, стоят две шиитские мечети. Их никто не трогает. Тем более, что недавно их отреставрировали, и они содержатся на деньги правительства Нагорно-Карабахской республики Арцах. Никто и не думает их рушить. Может быть, турецкие пилоты, а я думаю, что летают они, потому что у азербайджанских пилотов мозгов не хватит летать. Слушайте, у меня даже нет слов. Я даже не знаю, вот что сказать. Вот впервые вы, наверное, меня видите таким немногословным, отрывистым, потому что вот все, что произошло, это какой-то ужас, это какой-то кошмар. В принципе, может, оно и хорошо. Может, оно и хорошо, потому что не только теперь мы, армяне, видим, с кем мы имеем дело, видят еще и другие народы. Что сверху разрушить, два раза ударить по церкви, это совершенно нормально. Я не договорил про мечети. Они рядом стоят. И стоят они, нормально их никто не трогает. И никто не будет трогать, потому что эта война, не религиозная. Не нужно окрашивать эту войну какой-то либо там религиозной подоплекой. Да и не удастся. Армяне не пойдут на эту туфту, на которую вы хотите купить. Уж они головасте вас, и это известно всем. Так вот, на России, на канале Россия-1, все вы уже видели сегодня, за весь день, многие этот кусочек прокручивали, поэтому я прокручивать не буду. Некая журналист ТАСС, Саадат Кадырова, вспомнила слова Путина и адаптировала совершенно на то, что произошло в Шуше. То есть, мочить в сортире. То есть, она сравнила храм с сортиром. Эта мразь недолго продержалась, насколько я знаю, ее уволили из ТАСС, и правильно сделали. И я бы настаивал, чтобы уволили также, как его там, Юлий Гусман, по-моему, не Юлий, по-другому его там зовут, черт их там ногу сломит, второй Гусман, который не КВН, а другой брат его, замруководителя ТАСС. И его надо уволить. И его надо уволить. Я вообще не понимаю, как такую на работу взяли. Она же бум-бум. Как, впрочем, многие из них. Почему их стыдно даже по телевизору показывать. Что даже сейчас, в эти дни, казалось бы, ну, найдите каких-нибудь нормальных экспертов азербайджанской национальности. Пусть они расскажут ситуацию на местах. Нет, вот таких овечек и баранов снова где-то находят. Причем это не российские телеведущие, не редакции российских телепрограмм их ищут. Это их азербайджанцы и рекомендуют. Это их лучшие представители, как я понимаю. Лучшего, наверное, нет. Кстати говоря, сегодня у меня был разговор с господином Затулиным. И Затулин рассказал одну довольно-таки интересную историю. Вы же помните, он тоже там присутствовал как раз на этих дебатах, где вот это вот Саадат Кадырова выразилось так. И Затулин рассказал эту историю, что он еще на день раньше должен был принимать участие в программе у Соловьева. Но когда Палат Бибелоглы узнал, что там будет Затулин, он отказался принимать сам там участие. И на следующий день вот эту вот Саадат Кадырову с другим там Боровым, который рядом стоял, значит, попросил, чтобы те приняли участие в дебатах. Вместе с Затулином. Я же говорю, видимо, это у них что-то было лучшее такое. И вот что произошло. То есть, по словам Затулина, эта Саадат Кадырова была рекомендована послом Азербайджанской республики в России Паладом Бибелоглой. Хриплый старый человек, хриплый соловей подумал, что эта курица тоже соловей. Но оказалось, курица не может быть соловьем. Впрочем, что и есть. По второму вопросу по информационной войне, которая сейчас происходит, и все мы это наблюдаем, хочу еще раз попросить вас не верьте всему тому, что предоставляет азербайджанские телеканалы. президент Азербайджана Ильхам Алиев, который сидит у себя там под пальмами где-то в Загульбе, раздает интервью, пьет мяхмари чай. Интересно, где его сын, кстати говоря, Гейдар младший. Вроде призывного возраста, но его что-то не показывают. Вот я знаю, что сын господина Пашиняна на передовой, сын Роберта Кочаряна на передовой, да и отцы сами там. А где же сам Ильхам Алиев? Почему он чай распивает? Ах, ну да, у него сильная армия, они сами и так справятся и без него, без его сына. Видим мы вашу сильную армию, сколько уже? Почти две недели, а вы все в райом занимаетесь, то вы там Джабраил захватили, то Гадрут захватили. Да вон русские журналисты поездили сегодня по тому же Гадруту и показали вам, что ничего не захватывали. Так же, как и прежде было с Джабраилом. Ну, слушайте, ну хватит уже людям лапшу на уши вешать. Ты просто чудище, боишься потерять теперь свою власть, если ты правду людям расскажешь, что ты там уже несколько сот, я не буду цифры называть, потому что я сам не знаю сколько, какие цифры, но потери у него огромные, огромные, судя по тому, что они несколько раз в котел попадали и по 150, по 200 человек армянская сторона их накрывала, они попадали в котел, потери там огромные, это точно. Он же не озвучивает цифры, он говорит, что после войны озвучит. Вы понимаете? А почему после войны? Он ждет, он на результаты, он надеется на положительные результаты, что когда он озвучит, что погибло, скажем, 2000 или 3000 человек, но на фоне, если вдруг будет какая-либо победа, хоть маломальская, на фоне победы эти 2000-3000 человек не будут так оплакиваемы, то есть игра стоила свеч, вы понимаете? но если будет поражение, а поражение обязательно будет, учитывая, что за две недели ничего не добились, вот тогда ему придется расстаться со своим троном, и придется тяжело, вот увидите, и так, я думаю, и будет. Задействованы какие-то актеры, я не знаю, какая-то женщина, добро пожаловать домой, говорит азербайджанским солдатам, я знаю, армянская сторона им тоже пошутила над ними, выставила нечто подобное, но только наоборот с армянскими солдатами, и вообще не торопитесь, я азербайджанской стороне говорю, не торопитесь сообщать, если вы вошли в какое-то село, это на первой линии, то, что спор не Карабах, да, говорите, вот эти вот семь районов, если вы вошли в какой-то населенный пункт, а там люди точно не живут, потому что это армянская страна так, приберегла на всякий случай, возможно, на какие-то уступки, да, и если вы этот населенный пункт взяли, не торопитесь сообщать, что вы взяли, потому что возможно уже через 5-6 часов, как обычно бывает, вам дают мзды, и вы либо погибаете, либо дёру даете, и всё, и эта точка снова возвращается армянской стране, ну, что ж вы торопитесь-то сообщать, ну, в принципе, я уже сказал, почему торопиться, потому что Ильхаму Алиеву нужно что-то говорить, ведь война идёт, а Карабах до сих пор не безим дыр, и что делать, нужно хоть какие-то там населенные пункты перечислить, и ещё сразу же дать какие-то свои названия, которые вот в голову пришли, Кабарлы, Мабарлы, Дурды, Берды, я даже не знаю, были ли эти населенные пункты так называемые, но во всяком случае, вот быстро почему-то им в голову приходит сразу, как их назвать эти населенные пункты, и самое интересное, что азербайджанские солдаты идут уже там с флагами, с какими-то табличками на армянском языке, там, чтобы быстро там всё это прикрепить, водрузить флаг, слушайте, вам не тяжело это всё с собой таскать, причём есть информация, что на первой линии идут банды всякие наёмников, на второй линии идут телыши и лесгины, кстати, почему их и больше погибших, практически, там какой-то маленький такой регион, где проживают этнические телыши, ну, совсем крохотный регион, а погибших из этого региона каждый день и по нескольку, Масалы, Лерик, Астара, Ланкарань, слушайте, но это же талышские регионы, откуда же там столько погибших-то, откуда же там столько погибших-то взялось, сами подумайте, может вы их под мясо используете, ну, в принципе, это не моё дело, талышам, лесгинам думать, это не моё дело, просто включите голову и подумайте, дальше, когда их разоблачили уже по наёмникам, обратите внимание, арабы первые заявили, потом западные СМИ, там, Рейтер, Би-Би-Си, французская, не помню, много кто заявил, и в конце Нарышкин сказал, так сразу в Азербайджане пустюли утку, а у них там что, а у них же тоже там, у армян в смысле, тоже эти самые наёмники, слушайте, откуда им там взяться этим наёмником, курды, курды, вы представляете, курды воюют за армян, вы хоть мозги свои опять включите, вы знаете вообще, кто охраняет границы России, вы же сами тут кукарекали постоянно и говорили, что не армяне охраняют границы, а российские войска охраняют границы, так что ж, получается, русские пограничники сами пропускают курдов, что ли, если таковые были бы, Россия первая бы об этом знала бы, что в Армении воюют наёмники, курды и прочие, не подумали наверное об этом, да, вот я вам даю подсказку, может что-нибудь другое придумаете, всё-таки когда вы очередную фильку вырождаете из своего больного воображения, ну хоть делайте это как-то грамотно, так вот, что я вам хочу сказать, хватит воевать, вернитесь на исходную, ничего вы не получите, ни Карабаха, а только один бабах будет от Карабаха, гибнут люди по обеим сторонам, гибнут и армяне, гибнут и азербайджанцы, включите мозги, это война, это не интернет, это не ура, патриотизм, хотите в могилу, да, как бы, добро пожаловать, вас там ждут, Карабах, это ваша могила, запомните, вы ничего там не добьётесь, никогда, и не потому, что у армян вооружение хуже или лучше, у вас лучше, мы знаем, но толку-то нету, потому что армяне охраняют свой дом, им отступать некуда, у них позади мамы, папы, дети, жёны, им отступать некуда, а вам есть куда отступать, вы за территорию воюете, а они за дом воюют, они за семью воюют, поэтому вы ничего не добьётесь, хорош уже, возьмитесь за голову и скиньте этого вашего мудака уже куда подальше, ничего хорошему он вас не приведёт, а Таип Эрдоган вас кинет, как в своё время кинул своего другого дружка, Башара Асада, которого называл братом, другом, там семейные узы были, любовь до гроба, и что стало, то же самое ожидает и вашего Алиева, хотя и Алиеву-то на вас наплевать, при любом случае у него есть дома в Дубае, в других местах, ему есть куда бежать, а вы останетесь у разбитого корыта, думайте. в